Всем привет, мои любимые, мои хорошие. С вами я, Алина, и решила вам ответить сегодня ответы на вопросы на видео... Ответы вопроса к видео-ответ украинской подруги. Ещё хотела вам сказать, что я не косоглазая и ничего. Просто когда мне начинают наши соседи говорить, что у меня косоглазие, у меня начинается как бы внушение, и я боюсь смотреть в камеру. А так, слава богу, у меня зрение очень хорошо. То же самое, что мне говорят, у тебя нос кривой, и я себе внушаю, что у меня нос кривой. Ну так что начали ответы, вопросы к видео украинской подруги. Дорогие мои подписчики, сделайте чай, кофе, капучино, кто-то готовит, поставьте на меня вот рядом, послушайте. Я хочу вам только сказать, я не ожидала, что это видео наберёт 2 миллиона просмотра, клянусь. Я просто хотела вам сказать спасибо вам большое, тем, кто меня поддержал. Я просто не ожидала, что действительно на свете есть столько женщин, которые страдают. Даже прошли ещё хуже, чем я. Но мы встретились, и у нас всё хорошо. Мы разговариваем, мы победили вот этот страх, этот ужас. И сейчас вот хорошо, да, вот я работаю. Хотя я иногда жалуюсь, это может из-за того, что психика моя, может я по-другому хотела свою жизнь. Может, не знаю, могло бы получше, понимаете. Но есть одно но, понимаете. Эта психика у меня нарушена с детства, когда я в четвёртом классе была. Именно воспитание строгое, и плюс ещё война. Это всё голод, холод. Потом в школу не ходить, не учиться нормально, скитаться то Украину, то Россию, то обратно домой, то обратно убежать. Ну всё, начали. Почему вы уехали... Вы, извините, у меня сегодня такой большой депрессионный этот, не знаю почему. Видимо, я переволновалась, или что, эти два дня я была в постели. Видимо, от этого, но сегодня ещё продолжается. Так, начинаем. Почему вы уехали со своей... Ну, со своего Степанакерта? Девочки, когда я первый раз уехала, мой брат с войны меня забрал, чтобы я чуть-чуть отошла. У моего отца была дочка. Я в последний раз её видела, когда мне было 4 года. Я не знаю, что за проблема была у неё с папой. Папа отказался от неё из-за того, что она себя очень плохо вела. У меня папа очень был очень строгий. Не знаю, по рассказам отца. Потом я помню его слова. Если ты так будешь себя вести, мы тебя уже не выгоним. Мы по-другому сделаем. Ну, то есть, он мне показывал, в конце огорода будет большой, в общем, огромный крест. В общем, когда мой брат меня привозил уже в Степанакерта, в 2005-м, перед тем, как привозить, он мне сказал, хочешь познакомиться с сестрой? А я всю жизнь мечтала иметь сестру. Он меня привёз в Украину, я познакомилась с ней. И, конечно, первые её слова, что была какая-то некрасивая. И почему у меня вот именно начались комплексы, почему я всё время стеснялась. Я раньше такая не была. Я раньше была очень стеснительная, я очень, я не могла людям в глаза смотреть, почему я открыла YouTube-канал. YouTube-канал мне помог общаться с людьми, помог мне скрыть мои недостатки, помог мне чувствовать себя, преодолеть вот эти страхи, что я страшная. Людям я боялась показываться, боялась сфотографироваться, понимаете. А это благодаря вам, вот 26 тысяч, пускай не смотрят, но пускай тысячу, да, смотрят. Но они мне ставят лайки и смотрят. Но я не, то есть я не боюсь вам показываться, какая я есть, я такая есть. Ну, в общем, я с ней познакомилась, она мне сказала, ну, если тебе будет там тяжело, ты не связь, я тебя заберу. Ну, а забирать это как? От меня же родители не пустят ничего, пришлось убежать из дома. Я убежала из дома. Вы знаете, одна армянская девушка, если убегает из дома с помощью сводной сестры, назад дороги нету. А я-то не знала, что у нее в уме. Значит, если я приехала, я уже была у нее как служа. Она принеси, подай, иди, не мешай. Если что-то не то было, значит, она выгоняла меня. Вот так и случилось, когда я на нее два года работала. Вечно она недовольная была, вечно про меня говорила гадости. Я это все молчала, боялась, что вдруг я без прописки, я без паспорта. У меня еще старый паспорт был красный, когда была СССР, вот этот. В общем, мы когда еще были в составе. В общем. И был февраль, 14 февраля, в общем, было случай такой, что я просто у подруги осталась, из-за этого меня не простили, меня выгнали как собаку. Я поняла, что хватит уже, я не хочу работать за кусочек тарелки супа или еще что-то. Не хотела на колени сдавать, просить прощения. И пошла к подруге. Но подруге пожила, неделю подруги, другой жила, начала. Ну, в общем, она всем армянам сказала, чтобы мне не помогли, потому что я такая ясика, я деньги им не верну. Поэтому я обратилась к подружке, а у нее муж был, ну, любовь или что, был азербайджанец. Он мне, вот, как все азербайджанцы мне в лицо говорят, он мне и подал руку, я, в общем, продавала овощи, фрукты, сделала себе начинку, починку, короче, начала сама на себя работать и кормить семью моей подруги, потому что они были из очень бедной семьи. Я, когда еще жила с сестрой, я им помогала с едой. В общем, я потом этим азербайджанцам тоже помогла, кого-то, в общем, избавила от армии, кого-то там по врачам водила, потому что я работала в областной больнице, и меня все врачи любили, уважали, и вообще я свою работу всегда четко делала. И поэтому я назад не смогла уехать, если бы я поехала, меня просто дома уже поняли, крест бы стоял в огороде. А почему ты это видео сняла именно на YouTube, и почему ты не ответила подруге? Потому что эта подруга не одна была, их трое-четверо было, когда на меня напали, она могла бы мне тоже в WhatsApp написать и сказать, Алина, ты такая, ты такая, ты такая-сякая, а не то, что написать мне в Instagram, что я ела украинский хлеб, я это сделала. Я вышла замуж за, в общем, украинца, я ела украинское сало, и тут вышла замуж за испанца и стала синьоритой. Это очень, короче, обидно, потому что она, когда жила в Херсоне, я у нее даже просила помощи, она мне не сделала. Но когда она приехала с этого, ну она в Испании, вот эта лесбура живет, приехала сюда отдохнуть, я ей дала свою комнату, она бесплатно жила, бесплатно даже, я не хотела всем говорить, она даже имела свою еду, она даже никогда не говорила, давай поделимся, вот моя еда, да, вот. Я ей дала все, она даже, вот извини, я вот все с правду скажу. И мне обидно было, что она тогда мне не помогла, что мне когда вот голод, холод был, и больше, только, не только одна, и другие, что мы дружили так, и я сняла это видео, могли бы мне в личку написать, Алина, ну не надо про украинскую свекровь ничего говорить, могли бы мне в личку, они начали проклинать моих подписчиков из России, начали проклинать подруг, хотя они не то, что подписчики, они друзья, они подруги, они разговаривали по телефону, что с Инной Судаковой, что с Инной, они говорили из-за телефона, они тут при чем, если я сняла видео про свекруху, и тут идет проклятие в мою сторону, и в сторону их, мне было обидно, что почему тогда вы так друг другу лизали, а сейчас они про тебя плохо не говорят, а ты говоришь, мне тоже это было обидно, и тогда она меня проклила, это, в общем, девушка, и мне было обидно, я хотела с ней поговорить, а она блокнула и начала позвонить моему мужу, моего сыну, короче, и это тоже мне не понравилось, да. Что еще? Тут еще часто мне пишут, мы желаем вам прилеты, как и наши. Дорогая моя, я вам не желаю ни прилетов, ни отлетов, ничего я вам не желаю, я вам желаю только мир, потому что я с 12 лет вижу и прилетов, и залетов, и хрилетов, понимаете, и я никогда не желаю войны никому, потому что я сама это видела, и моя мама меня спасла сколько раз от пули, так что, сколько раз меня спасла от пули, поэтому я войны не хочу, понимаете, поэтому у меня в Ютубе нету вот этой коломази, как, например, в ТикТоке, хотя я в ТикТоке тоже стараюсь ничего не делать. Да, почему свекруха так изменилась со мной? Свекруха изменилась, потому что я сначала не хотела... Свекруха, вы понимаете, я не хотела... Я боялась выйти за мужа замуж, потому что я чувствовала, что он что-то скрывает, а она хотела его женить, потому что у них еще сестра была, и у него еще была любовь, да, какой-то, в общем, милиционер был, он женатый был, она все это, в общем, она его брала на себя, ну как, разводила семью, и ей нужна была, чтобы она жила с ним в одной комнате, а дочка, в общем, жила в другой комнате, а сыну надо было куда-то перехнуть, ну вот и увидели партию армянку, ну, такую хозяйственную, ну, не знаю, честно говоря, я не могу сказать, я знаю, что он меня сильно любил, хотел с собой что-то сделать, что он хотел на мне жениться. Я ему говорила, что я не хочу выходить замуж, но мне говорили, Алина, если ты не выйдешь замуж, я говорила, что я его не люблю, мне говорили, что если ты полюбишь, если ты не выйдешь замуж, ты не можешь у подруги шить долго, назад не сможешь поехать, до сводной системы не можешь вернуться, будешь собакой все время, И пришлось мне выйти замуж Ну вот и вышла замуж Вроде все сначала было хорошо Но тут его сестра поехала в Москву пирожками торговать Она торговалась пирожками Приехала 7 месяцев уже с животом Я об этом знала Но я им не говорила Потому что она не хотела Хотела что-то делать Я ей говорила, что не надо Потому что это поздно уже 7 месяцев Вот так получилось, что она родила И бросила этого ребенка и уехала А в это время свекровь уже стала Как ей было 40 с чем-то лет И она конечно И работать ей надо, и денег нету И ребенка надо кормить И тут в это время и рожаю я Ну короче она все время отдалась Вот именно дочери своей Ну внучке И хотя она переписала внучку на себя Я стараюсь Именно сказать, что было Когда она внучку переписала уже на себя Потому что 3 года От дочки вообще ничего не было слышно Не видно ничего Ну и она видимо там и нервные срывы Получала от того, что нету кушать Она того, что она вот все делала для внучки Для внучки Даже она когда села привозила кушать Она даже нам не давала Хотя я с ней все это делила Ну пришлось ей взять комнату вот этих девочек И девочки из села Ну как бы снимали у нее комнату Ну так получилось, что Не знаю, в последнее время я не могла уже Ну перед тем, как мне рожать Девочке было уже 4 месяца, 5 месяцев Я ходила, помогала, чтобы Она пошла работать И я уже не могла Потому что малая прыгала у меня на животе А у меня уже было последние месяца И мне плохо становилось Я не хотела последние 2 месяца Смотреть за ребенком Потому что было очень тяжело Она все время плакала И мне пришлось на руках И она вот это за это обидела Что я последние 2 месяца Не хотела за ребенком смотреть Ну и пошло так Потом появилась дочка С каким-то, в общем, немцем Один ребенок на руках Один в животе, короче И все пошли против меня Не знаю почему Потом они соединились как-то И я так как ни прописки Ничего не имела Понимаете Я не знаю Они меня считали Как бы самой бедной Самой несчастной Он ходил туда кушал Он ходил все там делал Меня не приглашали Меня Не знаю Это долгая история Не знаю почему Даже те девочки Которые я как-то попала туда С ними разговаривала Они были в шутке Когда я сказала Что это я его жена Они говорили Как? Она сказала Что он разведен Но она ищет Своему сыну Девочку с села Потому что Когда я у нее спросила Почему она так делает Она говорит Мы думали Что армянка Ты богатая Оказывается Ты не богатая армянка А сейчас мне нажали На моему сыну Надо девочка с села Чтобы привозила еды То а не то Что бедняжка как ты Что у тебя никого нет И я это все поняла Тогда Когда Вот сын заболел сильно И они не пришли в больницу Вот после этого Я поняла Что У меня уже с ними Продолжение жизни Не может быть Понимаете И поэтому Вот я и решила Бросить Ну бросить Бросить бросила А не развелась Потому что не смогла бы Разводиться Я хотела Мне некуда было Дать ребенка Да, девочки Вот это вы меня спросили Ребенка почему Например Моим родителям Да, мои родители были живы Но они были Очень Такие взрослые Они Умерли Даже не видели Моего ребенка Они мой ребенок Никого не увидел Никого не знают Вот это тоже обидно Я Пошла Поговорила В интернат Специально Чтобы они Блин Мне аж так плохо Когда все Вот это вспоминают Девочки Да Я Тесно говоря Хотела что-то сделать Хотела Что-то В общем Сыном сделать И с собой Но я боялась Что вдруг Сыном сделаю Но с собой Не смогу сделать И поэтому Я когда С родной сестру Не разговаривала Она собиралась Сюда В Барселон Она хотела Со мной Помириться Я не хотела Помириться Но я села Подумала Что мы Голодные Ходим Без прописки Меня не берут На работу Меня взяли В каком-то Пельмени Ходила Пельмени Лепила Слава Богу Меня взяли И как-то Случилось Боже Время И как-то Случилось Что девочки Помирилась С родной сестрой Чтобы мой сын Все время У него в желудке Было что-то Мясо Суп Всегда там было И я там ходила После работы Там готовила Тоже Убирала Стирала Все руками Чтобы меня Забрали В Барселон Когда я им Говорила Что меня заберут Они смеялись Надо мной Очень сильно Смеялись Тогда мы же Не жили с мужем Но они смеялись Надо мной Что я уеду За границу Но я Ходила В интернат Разговаривала Чтобы ребенка Можно будет сдавать На 5 лет Потому что Я поговорила С братом Который живет В Армении Жил в Армении В Степанакерте Чтобы ребенка Повезти туда На 5 лет Отправить Я буду отправлять Ему деньги Они будут смотреть И я потом Приду Заберу Пока я эти Документы Получу в Испанию Они отказались Я хотела сдать Ну типа В интернат Чтобы потом Поехать Сына забрать И тут я встретила Свяковь И она сказала Лучше дай нам Мы будем смотреть И вот я каждый год Им отправляла деньги Она сделала ремонт Она делала все Когда надо было Чтобы сыну делали паспорт Они у меня просили Полторы тысячи Хотя мой украинский друг Молодец Спасибо большое Он даже Содвестей сделал Потом мне нужно было Его разрешение Чтобы сына сюда Привезти Я сына сюда Привезла А потом Мне надо было Его разрешение Чтобы сыну Сделать документы Он не Не знаю Он подставил Сын не имел документы В общем Отказали ему документы Вот только я могла Ради сына Терпеть это все Чтобы выйти замуж И сыну сделать документы Вот так Мои хорошие Я Честно говоря У меня аж плохо Стала голова Начала кружиться Это все обратно Вспоминать Когда я ему говорила Делай сыну паспорт Поменять Он просил за этот Еще пятьсот И я очень благодарна Моему Другу Из Украины Из Киева Который Позвал его К себе в Киев И сказал Чтобы он подписал документ Что он Ничего против не имеет Что я могу Сыну делать документы И везти его Куда я хочу Так что Мои дорогие Мои любимые Спасибо вам большое За поддержку Я вам еще раз говорю Что вы у меня Самые любимые Самые хорошие И самые крутые Честно Я вам очень благодарна Столько поддержки Я вам Желаю Счастья Любви И желаю Чтобы вы никогда Не попадали В такую ситуацию Как я И Я благодарна Богу Честно Что я Все-таки Унизилась Смотрела Детей Моей сводной Сестры Три года Бесплатно Потом она Мне одолжила Денег Я приехала Отработала Отдала ей Эти деньги Все вытерпела И здесь У испанцев Работала Голодовала Язык не знала И сводная Здесь меня унижала Хотела во Францию Ехать Все вытерпела Но все-таки Бог мне открыл окно И двери Какой-то Да Вот Именно я осталась Сына привезла Ну конечно Они сына против меня Очень много Настраивали И говорили Что Мама твоя Тебя не заберет Мама твоя Ну много чего Обманули Сын им Сначала Все верил Но когда я Сыну все сказала Сын им сказал Отец его Плакал Да Я Сыну Против них Не настраиваю Сын разговаривает С ними Когда хочет Насчет денег Я не знаю Отправляет Не отправляет Потому что Сын мне Отчет не дает Ему уже будет 25 лет Да Но зато Сын рассказывает Что мама замуж Мама работает Мама поехала В Армении Мама это Мама это Я хотя Сыну говорю Никогда не говори Жизнь твоей мамы Расскажи Про свою жизнь В общем Вот такие дела Может что-то И забыла Я вас всех люблю Всех целую Всем пока-пока